Музыка Шестой Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии» прошел в солнечном и гостеприимном Дагестане. Мероприятие собрало порядка ста журналистов из разных уголков Российской Федерации. В числе участников – представители журналистской «Братья» Абхазии и Южной Осетии. «Голос Евразии» проходит под эгидой ВГТРК. Хочется отметить интересную программу фестиваля, составленную принимающей стороной. За короткий промежуток времени мы смогли увидеть всю этническую палитру Дагестана и его главные точки притяжения. Смогли пообщаться с коллегами из разных городов Российской Федерации. Главной темой мастер-классов и дискуссий за круглым столом стало столетие со дня рождения выдающегося поэта Расула Гамзатова. В первый день форума на площадке научно-оздоровительного комплекса «Журавли» была организована передвижная выставка, посвященная этой дате. Далее здесь же состоялся круглый стол на тему Расул Гамзатов – поэта ула и планеты. Заседание открыл заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов. В работе круглого стола приняли участие представители культурной и литературной сферы Республики Дагестан. Далее участники направились в город Каспийск, где состоялось торжественное открытие фестиваля. К присутствующим с приветственным адресом от главы Дагестана Сергея Меликова обратился заместитель председателя правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров. Дорогие друзья, я рад сегодня приветствовать вас, дорогими детьми, главы Республики Дагестан Меликова Сергея Адимовича, представителя правительства Республики Дагестан Амурусимова Амурусимова Адимовича. Пожелать вам хорошего пребывания в Республике и удачной платформой работы. Наш фестиваль любят за то, что он призван воспитывать любовь к Отечеству через знакомство с историей его народа, донести под телезрителей из разных регионов художественное, нравственное и общественное значение исторического, этнографического, культурного разнообразия и перспективы взаимобедного сотрудничества регионов в самых отличных сферах. Заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабита в свою очередь поблагодарил участников за их труд, за те работы, которые они представили на фестивале. Благодарю всех участников за те замечательные работы, которые они каждый год привозят на этот фестиваль. Ваше творчество действительно из года в год и мастерство растет, совершенствуется. Я хочу передать вам слово благодарности и поздравления с началом нашего фестиваля генерального директора ВГТРК Рифат Сабита Добродеева, который уделяет огромное внимание как человек государства и действительно национальным языкам народов России. Гостей и участников фестиваля с открытием поздравила и поприветствовала руководитель ГТРК Дагестан Луиза Алиханова. Все дороги земли приведут в Дагестан. Все дороги судьбы не напонят о нем. Так говорил наш великий Расул Гамзатов. Действительно, дорогие друзья на родине наших легендаров Расул Гамзатов так по-особенному относятся к гостю. Вы не представляете, как мы с Абдуразаком Мадулагаповичем, его командой и нашей командой ГТРК Дагестан с таким волнением и с трепетом готовились к этой встрече. Мы очень старались и будем дальше стараться, чтобы вы очередной раз из Дагестана увезли только хорошие эмоции и хорошие воспоминания. Программа следующего дня была не менее насыщена. Представители СМИ ждали красивейшие пейзажи Дагестана. Участники форума направились в родной аул Расула Гамзатова. Здесь гостей встречали по национальным традициям. После были возложены цветы к памятникам членов семьи Гамзатовых. Второй день форума проходит в живописнейшем месте в Хунзахском районе, а в частности в Высокогорном ауле Сада. Это родное село великого народного поэта Расула Гамзатова. В рамках фестиваля нам также удалось посетить его родовой дом. Именно здесь родился и вырос великий поэт. Здесь размещены его издания, его первые работы и многое другое. Первый этаж дома музея сохранен в виде горской сакли. Несмотря на реконструкцию, здесь постарались беречь все в первозданном виде. При входе в музей размещена разнообразная сельскохозяйственная утварь. Далее идут маленькие комнатки, где рос юный поэт. На втором этаже дома расположена экспозиция, посвященная жизни и творчеству Расула Гамзатова. Также участники смогли посмотреть семейные фотографии, личные вещи, рабочий стол и другое. Небольшой, но максимально подробный экскурс в биографию поэта провела Патимат. У Расула сестра Патимат, жена Патимат, дочка Патимат, треща Патимат. И он не будет шутить, что я доктор патиматических наук. Говорил, важнее науки нет, при чем он говорил. А это как раз таки его жена Патимат. Это была удивительно яркая, красивая и созидательная женщина во всех отношениях. Это старшее поколение, которое хватало на всех и на все, и на мужа, и на детей, и на работу, и на семью. Кандидат исторических наук, директор музея изобразительных искусств, который создала на пустом месте, который сейчас носит ее имя, это один из лучших музеев на Северном Кавказе. И, конечно, ему очень повезло, что рядом с ним была такая сильная и мудрая женщина. Журналисты посетили и водопад Тобот, где их ожидало потрясающее зрелище. Искусный канатоходец Камиль Мамаев показал гостям свое умение ходить по канату легко и непринужденно. Пожалуй, во время всего выступления зрители стояли в замирании, боясь даже пошевелиться. В глазах каждого отчетливо отражался страх. Не за себя, а за виртуозного акробата. Третий и завершающий день фестиваля был посвящен древней истории и культуре Дагестана. В рамках мероприятия «Акулы-пера» ознакомились с экспонатами махачкалинских музеев. Национальная утварь, костюмы, предметы быта представителей многонационального Дагестана не оставили равнодушным никого. В завершении экскурсии по музейным экспонатам заслуженный артист Российской Федерации Михаил Морозов представил вниманию гостей моноспектакль «Патимат». «Но любовь покрыта мраком и в тысячелетних генах человеческие чувства перепутанных клубов. Ни с бессонницей, ни с вагов. В сердце маленьком и тестом многолекий мир огромный помещается сполна». После насыщенной трехдневной программы состоялось торжественное закрытие фестиваля в Государственном Республиканском Русском Театре. В первую очередь участники получили заслуженные награды. Далее их ожидала зрелищная концертная программа. Три дня на берегу Каспийского моря пролетели как один миг. Но благодаря этому мероприятию участники больше узнали о культуре и обычаях не только Дагестана, но и других республик и регионах Российской Федерации. «Фестивали вообще на самом деле это очень полезная такая штука. Вообще это знакомство, это наслаждение общением. Это говорит, фестивали дают нам понять, что мы на самом деле едины, у нас большая семья. И вот именно как раз наша программа жизненациональности моей коллеги Галины Алексеевны Вилюм об этом. О единстве, о том, что мы храним, чтим, помним каждую самобытность каждого народа. Именно фестиваль этим радует, знакомством. Теперь я знаю ребят из Осетии и надеюсь когда-нибудь побывать у вас». «Программа невероятно насыщенная, у нас нет свободного времени, постоянно какие-то мастер-классы, дискуссии, выезды, экскурсии по невероятному Дагестану. «Я познакомилась с корреспондентами, представителями ГДРК из Осетии. Это просто невероятные люди. И теперь, в первую очередь, когда у меня будет следующий отпуск, я беру билеты во Владикавказ и еду изучать Осетию, Южную, Северную. Это шикарное место». Всероссийский фестиваль способствует повышению профессионального уровня его участников, обмену опытом, объединению представителей разных регионов и республик. Но, пожалуй, главной составляющей фестиваля стала именно атмосфера дружбы и добра. Редактор субтитров А.Семкин